МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чутки про Чернобыль – это по большей части мифы, кажутся российские блогеры. И все, как один, погаджаются, что, например, белорусская молочная продукция вельми подобается россиянам – и смак, и якость, и выгляд. А вот туристичные маршруты Гомельской области, на жаль, рекламуются недостатково. Удельники пресс-тура обьяцают, что обовязково расскажут об туристичной привабности Гомельщины. А еще журналисты цикавились реализацию Беларуси союзных программ по переодолеванию наступства аварий на Чернобыльской АЭС. И это сразумело, бо гроши, которые тратятся на чернобыльские проекты, выдатковываются у тым лику из союзного бюджета. Отказ однозначный – ни один рубель не потраченный дарман. Я, в общем, убедился в том, что те деньги, которые выделяют союзным государством, они, конечно, потрачены не зря и, в общем, с умом и по-хозяйски. Мы рады тому, что внесли какой-то свой вклад в создание такого высокотехнологичного медицинского центра, который работает вообще, я считаю, на таком мировом уровне. Аппараты для эндоскопичных доследований, МРТ, сучасное офтальмологичное обсталевание. Российские журналисты, одразу было сразумело, не чекали, что медицина угомили саправды сусветного узровня. Особливую цекавость выкликау лечильник выпроменивания человека. Московский блогер Тимофей Васильев одразу сгадился на обследование. Лечильник показал абсолютно нормальные показчики. Напередо дни Тимофей побывал у Полесским державным радиоцинно-экологичным заповеднику и вырышил, что мог поспеть отрымать там дозу радиоцин. Але отрымау только незабылные уражения. Что меня поразило, это то, что с белорусской стороны действительно этому удивляется огромное внимание, начиная с каких-то технических мер по обеспечению, то есть с этих дезактивационных пунктов и заканчивая лабораториями, которые находятся в зоне и занимаются проведением исследований. Азнайомившись с высокотехнологичным обсталеванием Центра радиоцинной медицины, на пресс-конференции журналисты закранули складанную тему. Установа будавалась у тымлику за бюджетные гроши Союзной Державы и была различена налячение и реабилитацию людей, которые проживают на потерпелых от Чарнобыльской аварии территориях, а это и приграничные районы Российской Федерации. Лишь для их же хоров послуги у Центра предоставляются только на платной основе. Оказывается, питание бесплатного лечения этой категории пациентов уже выучается, но и есть много юридических складанностей. И все-таки, означена она пресс-конференции, есть надея на распроцовку межурадовых погоднений, которые помогут вырешить эту проблему. До речи, сейчас распроцовывается шарговая союзная программа, которая так само предугледживает новые накерунки суместной навыково-практичной деятельности. Сейчас формируется новая пятая программа. И она, насколько я понимаю, где-то в стадии прохождения. А там мы закладываем это и дальнейший мониторинг, это и дальнейшее развитие специализированной, высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи. Это и специфические научные исследования, и по изучению пиндикации. Это и развитие ядерной медицины. На развитании российские журналисты обещали рассказать у своих блогах и на сторонках газеты часописов об Гомельщине. А сами выказали жадание побывать у наших мястинах знову. Марина Северьянова, Валера Ихапанько, телерадоэкомпания Гомель. До речи, самое непосредное дочинение до ликвидации наступства у Чарнобыльской катастрофы мают и супрацовники Гомеля об лагидромета, и ке доследование сегодня проводится у радиоцинной экологичной модели, и те есть подставы для заклопоченности у Жихару региона. Ведая Алексин Цироу. Сегодня у Гомельском гидромета-центре не только надзирают за температурой и худкостью поветерных потоков. Тут ведают все, где идут ядерные выпробования, где грают лесы. И самое главное, каким чином все это отбивается на радиоцинной ситуации на территории Гомельской области. Кожный день у 8 годин ранится дежурный инженер-радиометрист приходит на полигон, к обзарабить замеры могутности радиоцинной дозы. Усягон на Гомельшине шесть таких контрольных кропок, даденые за кекс находятся на постоянном контроле, и аж один штуденный обовязок, так званый аэрозольный контроль приземного слоя. Все осадки, которые за сутки выпадают, роса, дождь, снег, ну, ежедневно. Вот за сутки оно накапливается на этой марле, потом мы её снимаем, высушиваем и сжигаем в печках, и залу замеряем. У некоторых выпадках передачность контролю может быть изменена. Не это, например, когда горели лесы в Украине, дозиметричный контроль проводили кожную годину. Некой погрузы здоровью, тогда, кажуть, на самой справе не было. Под контролем гомельских специалистов у Воглис находятся все процессы, которые отбываются в свете, и навод калияны не могут оказать уплыв на экологичное становище в регионе, фиксуется всё ровно, как таешь авария на японской Фукусиме. Мы увидели остаточные явления ядерного взрыва в Японии. Это были микродозы, они никак не повлияли ни на нашу экологическую ситуацию, ни на радиационный фонд, но, тем не менее, эти данные мы получили. Мы получили их в средстве за Германию. То есть мы увидели все эти остатки, которые облетели вокруг земного шара. Сегодня специалисты отдела радиационно-экологичной информации Гомель Абал Гидромета проводят постоянный мониторинг ситуации по всей области, включающей отселенные территории и пограничные зоны. Для объективности информации створены специальные ландшафтные полигоны, на яких заборонена любая господаршая деятельность. Кап полностью позбавиться от наступства Чарнобыльской катастрофы, спотребится еще не одно десяти годе, але в целом радиационная ситуация на Гомечне полепшается, а непосредственно в день 30-й годовины Чарнобыльской катастрофы у Гомель Абал Гидромете обовязково узгадают прозвищи супрацовников, які одразу пасля трагедии почали восьмерть реальной ситуации, что дало махчимость скласти карты радиационно-газобороживания территории и принять адекватные меры по обороне людей. В тот период занимались отбором проб почвы в населенных пунктах, прилегающих к территории Чарнобыльской атомной станции. Хотелось бы назвать имской фамилии. Это бывший начальник лаборатории Василевская Бронислава Станиславовна, Лебезева Антонина Михайловна, водитель Тимошков Николай Григорьевич. Олег Сентяров, Валерия Панько, телерада компания «Гомель». Сегодня пройшлась электронная нарада комиссии по захованию безопасности дорожного руха при Гомельском облывыконкаме. Подчас ее были узняты пытанни, вращения яких на промой уплывая на дорожную обстановку на территории региона. Удаю фиксують выпадки, коли керавники сельско-господарчих предприемств допускают до отдела у дорожным руху тракторы и иншую сельско-господарчую технику без проходжения обовязкового Державного техничного контролю. Часто техника не позначена седлоотбивальными элементами. Есть вопросы и до захованости горуча-змазочных материалов, техники у гаражах. Так само требует взмазнить увагу до вопроса о наведении парадки на дорожных территориях, нанести новую разметку. Ямочный ремонт необходимо производить, потому что есть проблемы, особенно в районных центрах, где после зимы ямочность образовалась недопустимая, и она может привести к угрозам безопасности дорожного движения, совершению дорожного трасса происшествия именно по вопросам неудовлетворительного содержания дорог. В Ельском районе со складок СУПСАУХАСКОМУНИСТ украли больше за 10 тонн минеральных удобрениях. Злочинство раскрыто по горячих следах. Супрацу Нигдаи прикметил на трассе ТУРАУ-ЛЕЛЬЧИЦЫ СЛОВЕЧНА грузовый автомобиль КАМАЗ и группу людей, яке подозрона себе вяли. Проверил документы и вызвал следшую группу. Подозрения подтвердились. У автомобиля перевозили минеральные удобрения, на яке у водителя не было документов. Установлено, что груз везли звездки за шире Ельского района у Ашмяны Слонимского района с метой перепродажу. Меркуется, что благодаря этому организатор мог бы заработать до 30-40 миллионов белорусских рублев. У Альшанах он мае уласную тепличную господарку, где выросчивая огурки. На справу пошел разом с земляками. Удобрения выкрали у ночи, взломавши замок склада. При взвешивании транспорта предварительно чуть более 10 тонн минерального удобрения действительно были похищены из данного склада. Лица нами задержаны. Проводится проверка совместно со Следственным комитетом, экспертно-криминалистической группой и сотрудниками УГОД. За отрымана группа 6 человек. Усим продъявлено обвиновачивание по 205 мартикуле Криминального кодексу. Им погражая позбавление воли термином «да 4-х годов». Протягиваем выпуск. Гомель отдал Данину поваги памяти Ирины Паскевич. А пошне госпады немайонтка Румянцевых и Паскевичаў. Сегодня исполнился 91 год с дня смерти княгини. З гэтой нагоды у Палацова-парковом ансамбле пройшли памятные мероприемства. Подробязности у Ганны Ковалёвой. Ирина Ивановна Паскевич А пошне уладальнице жамчужины Гомельщины Палаца Румянцевых и Паскевичаў. У гістории нашага регіона яна пакінула глыбокі след. І навад сёня память о в ёе добрых справах заховуюць особныя будынкі обласного центра. Калість ўзвітіныя по ёе указу шануюць княгиню і у стінах самого Палаца. Так случилось, што буквально в канун дня памяти Ирины Ивановны Паскевич 14 апреля открыта была усыпальница для посещения гомельчанами гостями города. После реставрации мы решили совместить эти два события, вновь вспомнить княгиню Ирину и рассказать о вот этом удивительном культовом строении, которое состоит из часовни и усыпальницы подземного сооружения, и которые были построены ради памяти семьи Паскевичей. Ирина Паскевич активно уделена чолово-экономичным и социальным житті гомеля. Княгиня будавала и финансово забеспечивала школы и жановшая вучилища. На её сродке была узвезена и мужчинская классичная гимназия. Зараз гэта корпус Беларусского державного университета транспорту. Дякуючу ёй працавау дитячий притулок, допомагала княгиней больницам. У День памяти Ирины Паскевич у Белой гостиной палаца были огучшены факты за её життя. Однако и зараз у биографии княгиней застаётся немало таямниц. До сих пор мы не знаем точную дату рождения Ирины Иваны. Предлагаем всевозможные усилия, чтобы найти хоть какие-то документы и узнать точный день, когда родилась наша Ирина Ивана Паскевич. В этом плане ведётся огромная работа. Своё пошний притулок Ирина Паскевич не знайшла у фамильной поховальни. Яна померла в 1925 годе от запалин нелёгких и была похована каля Петропавловского собора. По одной из версий, в 30-х годах, минулого 100 годе, яе перепоховали на Новиковских Могилках. Теперь на этом месте находится студенский сквер. Однако докладного подсвержения такому факту так само нема. В уголе больше сучасных историков лежит, что прах княгиней застався на территории собора. Разом с тем, убачить в образ опушней госпадыни Гомеля можно и сёння, на названной у яе гонор в улице Ирынинской, где удячные гомельчане поставили её и памятник. Ганна Ковалёва, Валера Игапанько. Телерадо Компания Гомель. 16-18 вересня 2016 года у Гомели пройдя 8-й Международный фестиваль хорографичного мастатства Сожский Карагод. Его концепцию обмерковали на первом посаджении Организационного комитета. Гостей фестиваля чекает шмат цикавого. Подробязности у нашем сюжете. Международный фестиваль хорографичного мастатства Сожский Карагод проводится у Гомелли с 1997 года с метой заманцевания творчих совязей и взаимодействия культур разных краин. За годы иснования он стал справдной визитной карткой областного центра. Организаторы селетних фестивалей, які запланованы на Сеаредину вересня, обьяцают шмат новаций. Наприклад, уже вядомая концепция церемонии открытия. У 2013 годе танцевальные коллективы удельники увособляли шатыры стыхии – огонь, воду, землю и поветро. Зараз яны разом проставить своё особливое творчее полотно. Учитывая, что это год культуры, мы решили сделать такое творческое полотно из нитей – краски голубые, белые, оранжевые, жёлтые. И вот эти нити будут сочетаться с пластикой, с разнообразием хореографических направлений в хореографии. В минулом фестивале проняли удел коллективы 17 краин свету. Всё лето плануется по шире географию, больше, как у двоя. Запрошения на кированы у 40 краин, сирот яких – Аргентина, Индия, Китай, а так само постоянные удельники – Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Сербия, Шотландия. Этот фестиваль характерен тем, что сюда приезжают очень многие известные коллективы не только из Республики Беларусь, но и за пределы Республики Беларусь. То есть сюда все стремятся. Они знают о том, что начало сентября месяца Центр культурной жизни в Республике Беларусь перемещается в город Гомель. И здесь проводится этот фестиваль. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телер, радуя компания «Гомель». Сегодня у Гомели стартовала областная спартакияда по программе летнего шматборья «Оборонца Айчины». У споборництвах принимают все дела навученцы школы, середник специальных устану адукации. Команды представляют районы в области Гомеля. У каждой по шесть человек. На областный этап трапили только самое лепшее. Спочатку был отбор на узроне устану адукации, потом на районным. Программа с паборництву довольно разностайная. Подтягивание на перокладине, плавание, стральба с пневматичной винтовки, кидание гранаты и бег на короткие долгие дистанции. Кап перомах чип, а друг толку треба меть рознобаковую. А кроме того, добрые выники свечат, что будучи оборонцей Айчины готовы до службы во узбройных силах. И увесьте жар армейской службы, калі довядзецца прануть солдатскую форму, яны перенесуть без проблем. 10 мая у Гродня отбудется финальный этап спартакеяды. На этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин